День защитника Отечества Мирный воин. В Десногорске появился новый вид боевых искусств. Греховные деяния. В Печерске преступник украл из храма пожертвования прихожан. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Люблю свое Отечество. В городе прошел грандиозный концерт в честь Дня защитника Отечества. Мы открываем дни воинской славы, воинской доблести, подвига, отваги и чести. А теперь об этих и других событиях подробнее. Расследование массовой гибели рыб на реке Гжать продолжается. Это дело под свой личный контроль взял губернатор Алексей Островский. Напомним, что еще в конце января на реке погибло более 800 особей. Дохлая рыба попросту всплыла на поверхность реки вверх брюхом. Пробы воды давно взяты, но выводы специалисты Росприроднадзора делать не спешат. Они в третий раз опробировали воду в 10 разных точках кжатии. В некоторых местах зафиксирована предельно допустимая концентрация различных веществ. Отмечен и недостаток растворенного кислорода. Развернутый химический анализ покажет, какой выброс и от какого предприятия был произведен. И пока специалисты не подтверждают версию химического отравления рыбы, в прокуратуре началось разбирательство. Губернатор ждет от ведомства ответы на два вопроса. По халатности какого предприятия это все произошло и как вредители будут отвечать перед жителями региона. Яркое событие порадовало поклонников боевых искусств и просто зрелищных мероприятий. Киокусинкай карате теперь в Десногорске. В чем особенность этого вида единоборств и при чем здесь философия, разбиралась наша съемочная группа. Киокусинкай карате – один из самых знаменитых и эффективных видов боевых искусств. Этот стиль рассчитан на реальную борьбу и имеет репутацию сильнейшего карате, использующего все возможности организма. Часть этой культуры теперь есть и в Десногорске. Жрелищную демонстрацию во дворце молодежи города провели заслуженные мастера спорта и призеры чемпионатов России и мира. Бетонные блоки и деревянные палки не могли противостоять ударной технике спортсменов и превращались в осколки. Такое мастерство достигается не только специальной физической подготовкой. Киокусинкай в переводе с японского означает «общество высшей истины». Именно к этому стремятся последователи этого зрелищного и благородного вида спорта. «Мы будем тренировать наши сердца и тела для достижения твердого и непоколебимого духа». С этой клятвы начинается знакомство с миром и философией Киокусинкай. Последователи направления также клянувся соблюдать правила этикета, уважать старших и стремиться к мудрости и силе, не ведая других желаний. Тем не менее, любое боевое искусство направлено на способность ученика постоять за себя. «Если ты избежал драки, то ты уже победил. Поэтому в любом случае, если ты сам этого хочешь, то ты можешь в любом месте найти эти конфликты». Киокусинкай карате призывает не только к физической силе. Большое внимание здесь уделяется как духовной, так и нравственной составляющей. Познакомиться с идеологией этой интересной культуры может каждый желающий в стекции Киокусинкай города Десногорска. Олег Соловьёв, Виталий Степанов, Александр Ерофеев, Десна-ТВ. Четвёртый региональный этап чемпионата «Молодые профессионалы» завершился в Смоленске. Далеко не молодые участники соревновались в компетенции сантехника и отопления. Чемпионат больше походил на мастер-класс от опытных сотрудников. На пяти соревновательных площадках, имитирующих рабочее место, они выполняли четыре задания. За восемь соревновательных часов сантехники должны были собрать канализацию, оборудовать трубопроводы горячего и холодного водоснабжения, обустроить узел отопления. Мастера в возрасте от 50 лет показали высокий профессионализм и доказали, что могут работать с новыми полимерными материалами, не хуже молодых коллег. В Печерский храм злоумышленник пришёл на службу и, дождавшись окончания богослужения, спрятался на колокольне. Он вскрыл двери в церковную лавку и забрал пожертвования прихожан и серебряные крестики. Всего одна улика, оставленная вором, помогла раскрыть это преступление. Оставленная в храме пустая бутылка из-под спиртного быстро вывела полицейских на след злоумышленника. Сотрудники полиции прибыли на вызов и выяснили, в каком магазине куплено спиртное. Запись камеры видеонаблюдения помогла установить личность подозреваемого. Им оказался иностранный гражданин, 38 лет. Он планировал покинуть страну с награбленными церковными ценностями. Выехать за пределы России ему помешали сыщики. Злоумышленника задержали на границе Белоруссии. В сумке у задержанного сотрудники полиции нашли всё похищенное имущество. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Квитанции на оплату коммунальных услуг с новой строкой «Вывоз ТКО» получили жители Смоленска. На сегодняшний день стоимость услуги составляет 92 рубля 25 копеек в месяц с одного человека. Оплата за вывоз мусора рассчитывается из количества постоянных и временно проживающих потребителей. При отсутствии жильцов плата рассчитывается из числа собственников. Временно непроживающим потребитель считается при отсутствии дома более пяти дней подряд. В этом случае осуществляется перерасчет. По заявлению заместителя губернатора Смоленской области Юрия Пучкова, планируется установить свыше пяти тысяч новых контейнерных баков. Также увеличится парк мусороуборочной техники. Новый комбикормовой завод начал свою работу в Сычевском районе. Его основное направление – выращивание зерновых культур для свиноводнических комплексов. Которые находятся на территории Смоленской области. Элеватор на 100 тысяч тонн единовременного хранения зерна в два раза превосходит по объему аналогичные хранилища в соседних областях. Рассчитан завод на производство 40 тонн зерновой смеси в час. Отметим, что реализация этого проекта обеспечила рабочими местами около 300 жителей Сычевского района. 21 февраля в Цесоне Трино состоялся праздничный концерт творческих коллективов города. В нем приняли участие ансамбли и танцевальные группы. Посмотреть на буйство нарядных костюмов и досконально отрепетированные номера удалось нашей съемочной группе. Перед началом представления в холле гостей ждал интересный сюрприз. Все желающие могли сделать бесплатное фото в военной форме. Специально отведенной для фотосъемок зоне гостей ждали камуфляж и образцы военного оружия. Неожиданный подарок заинтересовал и взрослых, и детей. Торжественное открытие вечера началось с выступления юного хора «Жаворонок». Порадовали своим выступлением и Десногорские зори. Девушки станцевали озорной и веселый танец «Походочка». Красивые русские народные костюмы и слаженные движения танцовщиц получили заслуженные аплодисменты. Участницы ответственно подошли к подготовке к выступлению. Мы активно, усердно готовились к данному мероприятию. Репетиции проходили у нас три раза в неделю, по два часа. Ансамбль народной песни «Ворожеев» без преувеличения сумел буквально заворожить зал своим блестящим выступлением. А в дуэте с Андреем Моисеевым под песню «Роза» гости сами чуть не пустились в пляс. Зрители всеми выступлениями остались довольны. Все сделано на высшем уровне. Молодцы, очень понравилось. Прям душа замирала. Дети вообще классно выступают. Очень красиво все. Завершился концерт патриотической песни «Флаг моего государства». Виолетта Ефименко, Виталий Степанов, Александр Ерофеев, Десна ТВ. В юношескую сборную России вошла смоленская легкоатлетка. Она показала высокий результат на первенстве России по легкоатлетическому многоборью среди девушек до 18 лет. В турнире принимали участие спортсменки из 65 регионов России. Но Дина Гринева оказалась лучшей. Девушка показала мастерство в метании копья, беге с барьерами, прыжках высоту и длину, толкании ядра, беге на 800 и 200 метров. Благодаря шестилетним тренировкам спортсменка добилась желаемых результатов и прошла в юношескую сборную России. На сегодня это все новости. Все самое важное и актуальное не только на нашем телеканале, но и на сайте disneydefistv.ru. С вами была Виолетта Ефименко. Всем хорошего настроения и только позитивных новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин